Накануне в Турции запустили первый реактор электростанции, который построила Россия, она называется АКУЮ. По видеосвязи приняли участие Владимир Путин и президент Турции Таип Реджапер Даган. Здесь была особая интрига, появится он перед публикой или нет, после недомогания появился. Но не об этом сегодня наша программа, а о том, какое будущее ждёт атомную энергетику, потому что векторы разнонаправленные. Вот с одной стороны, как я уже сказал вчера, в Турции открыт энергоблок. С другой стороны, мы знаем, что Германия неделю назад, чуть больше полторы, закрыла последнюю свою атомную электростанцию. А Германия была очень крупной ядерной страной, страной с ядерной энергетикой. Доля ядерной атомной энергии там была даже больше, чем в нашей стране. И вот она полностью отказалась от атомной энергии. И с третьей стороны, реакторы строят другие страны Евросоюза. Во-первых, одновременно с закрытием реактора, последних в Германии, был открыт крупнейший, мощнейший в Европе реактор в Финляндии. И о намерениях строить АЭС объявляют страны Балтии и Венгрия, где тоже, возможно, будет участвовать Росатом. В общем, будущее атомной энергии, оно какое? Давайте разбираться. К нам присоединяется главный редактор и основатель научного портала атомной энергии 2.0 Павел Яковлев. Павел Александрович, здравствуйте. Добрый день, приветствую вас. Ну, давайте начнем с атомной станции АКУЮ, которая открыта была в Турции вчера. Что она даст Турции и нашей стране? Во-первых, необходимо уточнить, что вчера состоялся завоз первой партии свежего ядерного топлива на этот объект. Что по стандартам МАГАТЭ переводит его в классификацию ядерного объекта и, соответственно, попадает под все гарантии, надзоры и мониторинги. Сам первый блок планируется начать пусконаладку его в четвертом квартале этого года. Ну, и его пуск ожидается только в следующем году, к столетию Турецкой Республики. Пуск уже когда она начнет давать энергию промышленным предприятиям и городам. Да, да, и вот ее промышленную эксплуатацию. В настоящий момент это крупнейший в мире строительный объект. Строится четыре российских реактора ВВР-1200 по уникальной такой финансовой экономической концепции строй, владея, эксплуатируя. Когда наша страна непосредственно сама строит, будет ее управлять и продавать Турции электроэнергию за свои собственные инвестиции. Вообще атомная станция будет производить около 10% электроэнергии в Турции. И важно отметить, что эта электроэнергия будет полностью декарбонизирована, то есть без вредных выбросов в атмосферу. И, конечно, Турция вчера присоединилась к списку ядерных стран, имеющих ядерные объекты. И также страна планирует строить не только второй атомной инстанции на площадке Синоп, но еще и двух других. И их президент неоднократно об этом говорил, что также рассчитывает на помощь России. Это вот про Турцию такие вот общие данные. Павел Александрович, но одновременно с турецкими новостями приходят новости из Европы. Как я уже сказал, в Германии закрыты последние атомные электростанции. С третьей стороны, в Венгрии хотят строить АЭС, возможно, с российским участием. И вроде бы это подтверждается. И какой же, исходя из всего этого, ждет будущее атомную энергетику? Здесь я бы отметил также политическую ландшафт и даже некую конъюнктуру. Когда в Германии вопрос закрытия АЭС был во многом политизирован. Политические партии «Зеленые» и «Ангелы Меркель», которые хотели остаться в большинстве. И, конечно, это не очень хорошая новость, потому что немецкие атомные станции, их бум приходился на 70-80-е годы строительства, могли бы еще минимум 20-30-40 лет вырабатывать очень большое количество электроэнергии. Вот те три последних блока, которые закрыли, они вырабатывали только 6% всей электроэнергии Германии. И сейчас в Германии неизвестно будущее вообще их инженерных компетенций, потому что на атомной станции сосредотачивались все передовые фундаментальные исследования, разработки технологии. И, конечно, также опасность большая – это увеличение выброса в атмосферу, что сейчас происходит. Идет активное использование угля. Но также в Европе, тем не менее, Франция активно планирует развитие атомной энергетики. У них они вместе с тем же немецким концерном «Сименс» наконец-то достроили третий энергоблок «Алкилуота» в Финляндии. Он имеет мощность 1600 мегаватт, один из самых мощных в мире. Правда, он строился очень долго, около 20 лет, и имел большие задержки и финансовые, и управленческие. И, конечно, вопрос ядерных технологий для западных стран, для Азии, для Африки, он сейчас сложный, интересный, передовой. Появилось много новых технологий, таких как малые модульные реакторы уже четвертого поколения, плавучие электростанции, в том числе, которые Россия первую построила, Академик Ломоносов, которые также привлекают интерес множество стран. Они удобны за счет того, что их можно модульно строить на заводах, там же загружать топливо и транспортировать по воде в любое место, где созданы соответствующие безопасные условия, гавань, что тоже удешевляет ядерную технологию. И вот этот вопрос стоимости кадрового обеспечения, потому что это тоже достаточно сложный вопрос. В Европе, так как они не строили атомные станции, наблюдается сильный отток молодежи, кадров, которые интересуются этим направлением. И для них они недавно приняли закон о зеленых инвестициях, в которых также включена атомная генерация, но они очень сильно повысили требования к будущим станциям. Это и новое топливо, и новые ловушки Ярославов, и новое поколение реакторов. Поэтому неизвестно, как эта ситуация подразумевает в Европе. Но тем не менее, остальной мир, и, конечно же, с поддержкой России, которая сейчас имеет 75% всех зарубежных контрактов на строящих САЭС в нашей стране, то есть мы там абсолютный лидер. Вот это, конечно, интересное направление. И Саубовская Аравия, и, конечно, Эмираты, которые уже вводят второй энергоблок южнокорейский. И, конечно, Индия, Китай, они все планируют расширенное строительство целого спектра ядерной психологии. Это и большие АЭС, и малые АЭС, и плавучие, и ядерную медицину. То есть Германия, скорее, исключение в этом правиле. Правиле, которое звучит так, что атомная энергетика будет развиваться. С другой стороны, говорите, там, да, вредный выброс увеличили, увеличились. Действительно, Германия, уходя от АЭС, какую-то часть энергии начинает добывать с помощью угля. Но если посмотреть на статистику, то 40% электроэнергии в Германии – это возобновляемые источники. И это, в общем-то, немаленький процент. И планируется, что к концу десятилетия Германия будет получать до 80% своей энергии из возобновляемых источников. Вот это реальные планы? В отношении Германии и их финансовых возможностей, да, они так планируют. Но, опять же, у всех источников генерации есть разные виды стоимости. Это экологическая, и финансовая, и управленческая. Вот. И с точки зрения, например, одних земель, которые занимают ветровые и солнечные станции, это большие территории, которые выводятся, так сказать, использованием, где меняется ландшафт. Есть определенные лимиты, лимиты роста. И также, как известно, Германия субсидировала их развитие этих альтернативных источников генерации, что тоже не совсем помогает рыночным механизмам. Безусловно, они важны, они нужны, но в том промышленном масштабе, особенно для роста экономики, особенно для бесприбойной и, так сказать, гибкой маневренной нагрузки, атомные станции выполняют базовую, такую фундаментальную роль. Но я также хотел бы отметить, что для Германии этот момент еще очень политический. Понятно. Связанный с политической партией «Зеленый». Будущее, вернее, место России в будущем электроэнергетики атомной, мы сейчас играем важную роль. Наверное, поэтому против атомной энергетики России не введены еще санкции, которые мешали бы ей работать, потому что многое зависит от нас. Вот в Венгрии проект, который собирается реализовывать тоже российское участие, как вы думаете, кстати говоря, будет оно в итоге или не будет? И вообще, какое место мы займем? Ну, в Венгрии уже продолжающееся и советское, и российское участие. Дело в том, что там есть два блока АЭС «ПАКШ», которые с 80-х годов уверенно работают, ВВР-440. И вот эти замещающие мощности, вернее, там четыре энергоблока, вот еще два новых они хотят построить. Сейчас приезжал министр национальных дел буквально неделю назад, где была договоренность о новом соглашении, которое позволит уйти от любых возможных санкций Евросоюза. Вот в процессе строительства этого проекта, который для Венгрии очень-очень важный проект для энергетической безопасности. «Росатом» сейчас ведет переговоры с поставщиками, которые также сейчас находятся под запретом. Это германские, тоже «Сименс» и французы. Я надеюсь, все получится. С точки зрения санкций, часть уже была введена, к сожалению, со стороны Соединенных Штатов Америки, против ряда компаний. Но в целом у «Росатома» большой экспорт идет на развивающие страны. Это Египет. Вот мы сейчас строим там четыре блока. В Индии вот уже шестой блок достраивается, куда-то кулам, в Китае. — Поляк, за 30 секунд можете объяснить? Не только мы ведь строим электростанции. Многие страны их строят самостоятельно. — Да, Южная Корея. — Вот наша атомная энергетика, она круче всех остальных в чем-то? Она такая же, она превосходит, отстает, вот, в общем и целом. — Я могу сказать вот свое личное мнение. Я считаю, что после Чернобыля правительством страны, и особенно современным правительством, было принято фундаментальное, серьезно-системное решение о стратегической поддержке этой сферы. И ее перепроферирование в государственную корпорацию, большой объем федеральных целевых программ, дополнительное финансирование, поддержка наукогранцев и городов со стороны правительства — это вот этот знаковый момент, который позволяет быть уверенным в ее дальнейшем и молодежном, и инновационном развитии. В других странах это не так, это гораздо сложнее. Политическая поддержка зачастую слабая, законодательная поддержка слабая. И вот западные страны, они вот столкнулись с внутренними противоречиями, с надзорными органами, очень сложно договариваться, они не идут навстречу. Но в то же время сейчас Россия делает очень большую ставку, в том числе на самые перспективные, самые длительные стратегические проекты. Это проект «Прорыв», «Быстрые реакторы», это и серия ледоколов новая. То есть наша страна действительно имеет очень широкий спектр технологий и компетенций, имеет все возможности для дальнейшего лидерства. Спасибо большое. Да, про Чернобыль мы помним, обязаны помнить. На этой неделе была очередная годовщина, 26 апреля 1986 года. Случилась эта трагедия, ужасная трагедия, из которой, как хочется верить, были сделаны все выводы, и что такого больше никогда нигде не случится. Возможно, она тоже в своем роде дала толчок российской атомной энергетике, когда были сделаны выводы, когда была повышена безопасность атомных реакторов. В общем, история следующая. Векторы разнонаправленные, но, как считают наши эксперты, все равно атомная энергия – это энергия будущего, и никуда миру от нее не деться, как бы кому не хотелось. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Начнем, наверное, со самой такой громкой и знаковой темы этой недели. В четверг Владимир Путин и Раджеп Тайп Эрдоган приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС АКУ, которую строит Росатом, и говорящие о масштабе события заголовки турецких газет. Благодаря АКУЮ Турция перепрыгнула эру развития в энергетике. Действительно, самая большая атомная станция в мире и одновременно самый экологичный чистый проект будет ежегодно приносить турецкой экономике полтора миллиарда долларов. И экономически, и политически это шаг к укреплению связи России и Турции. Ну, Турция действительно заинтересована в том, чтобы максимально это осветить, скажем так, помпезно, потому что у них все-таки избирательный цикл, выборы, и действующему руководству Турции было важно подчеркнуть этот проект. Хотя, конечно, сейчас только, наверное, первая стадия вот этого длинного этапа по вводу в эксплуатацию первого энергоблока. Там будет четыре энергоблока. Она не самая большая в мире, она самая большая, по-моему, строящаяся одновременно электростанция, потому что там все четыре энергоблока находятся в стадии строительства. Просто первый, он уже фактически завершен, то есть там остались процедуры по непосредственно запуску электростанции. Вот сейчас доставили ядерное топливо, потом его загрузят, потом будут всевозможные пустоналочные работы, потом уже запуск непосредственно энергоблока, и последняя самая стадия будет подача непосредственно в сеть электроэнергии, уже коммерческая продажа вырабатываемой электроэнергии. И это будет, наверное, ближе к концу этого года, то есть несколько месяцев, в общем-то, еще есть. Поэтому мы еще увидим торжественные церемонии разные с этой станцией. И потом ежегодно будет вводиться в эксплуатацию по одному энергоблоку. Вот вчера прозвучали там фразы о том, что в 28-м году окончательно ведется. Ну, по первоначальному плану, в принципе, должны в 26-му уже ввести четвертый энергоблок. И она будет довольно крупной. Поэтому для Турции действительно очень важный проект. Она даст примерно 10% электроэнергии, которая сейчас потребляется в Турции. Может быть, к тому моменту немножко подрастет у них энергопотребление. Но вот примерно 10% электроэнергии всей в стране будет выдавать только одна электростанция. И в этом плане действительно турецкое руководство грамотно делает, что подсвечивает эту тему, потому что действительно впервые они получают ядерную энергетику. Конечно, они не перескакивают ни через какую стадию. Они скорее диверсифицируют свой энергетический баланс и дополняют последним крупным источником энергии, который, в принципе, возможен. То есть у них уже есть угольная генерация, они от нее сейчас не отказываются. Газовая генерация, там чуть-чуть, по-моему, гидра даже есть. Ну и, соответственно, возновляемая энергетика и солнечная ветряная. И вот, наконец, они пополняют таким значимым сектором, как атомная энергетика. Вот. И в основном это, наверное, несет определенные угрозы для угольной и газовой, потому что возновляемая энергетика традиционно во всех странах работает в основном вот насколько может в данный момент, столько и выдает. И это тоже, об этом часто европейцы особенно не любят говорить, но это форма субсидирования. То есть сколько вырабатывается на ветряках и солнечных панелей, вот сколько солнца и ветра есть, они всегда максимально дают в энергобаланс. То есть их электроэнергию всегда выкупают вот все, что они могут выработать. Атомная энергетика, она тоже всегда работает на своем проектном уровне. Ей не балансирует энергосистему. То есть сколько положено, столько она и дает всегда равномерно. И, соответственно, вот эта балансировка энергосистемы, то есть когда с утра, например, все встали, там чайники включили или вечером с работы пришли, там включили телевизоры, энергопотребление возрастает. И вот этот возрастающий спрос будут удовлетворять за счет того, чтобы увеличивать объемы потребления газа или угля. Угольная или газовая электростанция будут включаться в баланс. А ночью, когда все спят, вот они будут выключаться. Поэтому в основном сокращение объемов потребления будет, когда будет введена в эксплуатацию атомная электростанция, будет угля и газа. И если мы в газовый эквивалент переведем все четыре энергоблока, позволят Турции сократить объемы закупки на аж 12 миллиардов кубов. Это довольно много. И в этом плане для нас это тоже определенные риски, может быть, несет, потому что мы крупнейший поставщик газа еще в Турцию. Но вот будем смотреть. Если Турция пойдет по пути, скажем так, экологическому, климатическому, тогда логично сокращать потребление угля за счет ввода в эксплуатацию атомной электростанции. Но они, конечно, будут смотреть, наверное, больше на экономический, потому что Турция известна своим таким прагматизмом. И, кстати, сотрудничество с Россией – это тоже показатель прагматизма Турции. Потому что явно, что на нее давили и намекали на то, что не надо связываться с Росатомом, вот давайте с американскими, европейскими компаниями, пусть они строят. Но Турция действительно пошла по прагматичному пути. Я думаю, что в каждый момент времени она просто будет смотреть, а что дешевле оставить еще в энергобалансе – уголь или газ. Если газ будет дорогим, то они и угольком будут топить довольно долго и масштабно. Поэтому здесь, конечно, сокращение закупок у кого-то газа или угля предстоит, по всей видимости, нам увидеть на протяжении вот этих годов, когда будет атом вводиться. Но в целом для России этот проект для Росатома тоже очень важный, потому что он показывает, что, во-первых, он может, по сути, полный цикл реализовывать проекты. Ведь Турция де-факто, по сути, говорит о том, что вот здесь мне постройте, все остальное как бы Росатом сам обеспечит. То есть он сам проектирует, сам строит, поставляет ядерное топливо, потом забирает отработанное ядерное топливо, готовит персонал, продает эту электроэнергию. То есть, по сути, акует, она будет принадлежать Росатому. Ну, первые там 13 или 15 лет будет он продавцом этой энергии. Да, и он будет как бы возвращать сделанные инвестиции за счет того, что будет продавать электроэнергию на турецком рынке и вот зарабатывать деньги. Вот, поэтому, ну, если нужно будет через десятилетие, там, лет 40-50, он может вывести из эксплуатации эту станцию. И в этом плане, что это выгода для Росатома? Он демонстрирует, что он единственная компания в мире полного цикла, можно сказать. То есть остальные компании, они работают либо в одном, либо в нескольких сегментах рынка ядерного, но ни одна из них везде не работает. То есть он еще и уран добывает, обогащает, делает ядерное топливо и так далее. Вот, вот он в этом плане уникален. И его еще конкурентное преимущество заключается в том, что он еще и кредит как бы берет российский и на эти деньги строит. Поэтому на первом этапе там страна, принимающая атомную станцию, там, может даже особо не тратиться. Поэтому это такое конкурентное преимущество Росатома. И он показывает, что он может массово это строить. Причем сразу вы получите огромный объект. Ну, в течение там трех-четырех лет вы получите, в общем-то, большую электростанцию. И это такая, конечно, реклама для Росатома. Поэтому здесь, конечно, проект большой. Он, естественно, подкрепляет еще и политические отношения России и Турции. Показывает, что, в общем-то, да, у нас бывают проблемы. У нас есть противоречия по разным вопросам. Мы на сирийские вопросы по-разному смотрим. На север Африки и прочее. Но, тем не менее, это не мешает нам прагматично взаимодействовать. Поэтому, действительно, проект очень большой, важный. И то, что прошла такая торжественная церемония, конечно, это она вот в данный момент была более важна для Эрдогана. У него предвыборная кампания. Но, тем не менее, в общем-то, и для нас, в общем-то, это тоже показательный момент, что мы тоже не находимся ни в какой изоляции международной. Вот, смотрите, огромные международные проекты реализуем. И показывает, в том числе, наши технологические, в общем-то, способности. Потому что, действительно, Росатом один из технологических лидеров вообще в России. И он не только ядерными технологиями занимается. Он даже остальным всем компаниям предлагает услугу обратного инжиниринга. Довольно интересно. Он говорит, что если вам что-то надо, придите там со своим старым станком, мы его разберем, полностью скопируем, и вам можем выпускать такие же станки. Ну, примерно такая логика его услуг, которую он сейчас в нашем новом санкционном мире предлагает. Поэтому тоже для нас это важно продемонстрировать, что мы не в изоляции, а прекрасно себе работаем. И глава МАГАТЭ Гросси, он тоже участвовал в церемонии доставки ядерного топлива для первого реактора. Он сказал, что АКУЮ имеет все компоненты, чтобы назвать ее самой безопасной атомной электростанцией в мире. Это тоже такой бонус для Росатома. Еще он сказал, что АКУЮ может и до 100 лет работать. То есть срок эксплуатации очень и очень большой. И по поводу вообще атомной энергии, мы видели, что Германия там сама себе в очередной раз выстрелила в свои конечности, отказалась от последних трех атомных электростанций. Но остальная, это Европа, возвращается к атомной энергетике. Наверное, и с этим связано то, что Министерство энергетического перехода Франции, перехода, естественно, на зеленую энергетику, разрешило французским компаниям участвовать в строительстве двух атомных реакторов на венгерский АЭС ПАКШ-2 и участвовать совместно с российским Росатомом. Уж чего-чего. А вот такие вроде не самые хорошие отношения между нашими странами, тем не менее, французское министерство, говорит, разрешает своим компаниям вместе с россиянами строить венграм атомную станцию. Ну, тут действительно, кстати, вот в атомной сфере появляется такая, во-первых, у них такой некий ренессанс, который порожден климатической повесткой, как это ни странно. Вот. И во многом, в общем-то, атомные станции теперь тоже строятся не только с прицелом для внутреннего потребления простой электроэнергии, но и с прицелом могут строиться на то, что мы из этой электроэнергии будем делать, например, водород, и его поставлять нам в Европу, раз уж они решили совершить вот этот аналитический переход, им нужно много водорода. Я напомню, что водород в рамках энергоперехода в основном нужен для того, чтобы просто как-то хранить энергию. Потому что с ветряков как ты будешь ее хранить? Вот ветряк крутится ночью, а никто ее не потребляет, уже все спят. А с утра, наоборот, ветер утих, а все чайники включили электрические. Что делать, в общем-то? И вот чтобы эта электроэнергия никуда не пропадала ночная, ее будут методом электролиза воды, берете электричество, воду, и вот методом электролиза воды производите водород. А когда, наоборот, ветра нет, а энергия нужна, вы обратно из водорода делаете энергию. То есть водородная промышленность, в принципе, изначально, базовая ее функция в Европе, как они это предполагают, это система хранения энергии. И вот та же самая Турция, условно говоря, если рядом не будет какого-то крупного потребителя, пожалуйста, делайте водород и отправляйте его в Европу. И в Европе тоже, в общем-то, мы видим такое неравноверное, наверное, отношение к атому. Поэтому, с одной стороны, вот, наверное, на такой некой панике после Фукусимы было много решений принято о сворачивании ядерных программ. И вот Германия самый главный этому пример. То есть они от нее отказались не потому, что она какая-то плохая или старая электростанция. Они бы еще десятилетиями у них работали. Но они приняли решение о закрытии АЭС после Фукусимы. Это именно страх в постфукусимский такой синдром. А все остальные теперь, в общем-то, говорят, нет-нет-нет, мы, наоборот, будем строить их или не будем закрывать, потому что сам Евросоюз признал атомную энергетику низкоуглеродной. То есть они даже признали ее, и газовую при этом энергию, способствующую энергетическому переходу. То есть, да, мы от нее когда-нибудь откажемся, но самый последний момент. И в этом плане это такой ренессанс ядерных технологий, атомных станций. Многие, правда, проблемы имеют из-за своих предыдущих решений. Та же самая Франция, она не принимала решение закрыть атомные энергоблоки после Фукусимы, так как это Германия. Прямо сделала график и постепенно закрывала. Они сказали, пусть то, что есть, доработает, но мы просто новых строить не будем. Вот тогда еще в 2011 году. Но они все равно недостаточно вкладывали в модернизацию, в капитальные ремонты. И сейчас, когда пару лет назад Макрон еще, уже при Макроне, они сказали, нет, нет, мы все-таки будем дальше развивать атомную энергетику. Она соответствует климатической повестке и прочему. Время было упущено, и они теперь вынуждены много вкладывать в то, чтобы их чинить. Надолго останавливают они на профилактические ремонты эти атомные станции. Долго они простаивают. И многие вот на этом тоже обожглись уже, что теперь надо догонять по инвестициям в ремонты. Но многие строят ее в атомной электростанции. И в этом плане французская, венгерская история, она тоже какой-то и политический определенный контекст имеет. Мы видим, что Франция пытается усидеть на двух стульях сразу. Она и с одной стороны такую некую общую европейскую солидарность пытается продемонстрировать. Что типа да-да-да, мы там против России, мы всячески на нее даем. А с другой стороны пытаются не под таким жестким прессингом и гнетом в Соединенных Штатах оказаться. И мы видели, что Макрон, пожалуйста, ездил там в Китай. И всячески говорил, нет-нет-нет, нам надо немножко отмежеваться от Соединенных Штатов. И в принципе выстраивание диалога с Китаем, это уже сигнал о том, что они пытаются играть в некую самостоятельную такую историю. И взаимодействие с Китаем, когда Соединенные Штаты всячески призывают Европу более жестко так относиться к Китаю, сдерживать его, как они постоянно говорят. И вот это тоже история интересная, что на фоне того, как все наоборот начинают говорить о том, что давайте и ядерную отрасль российскую подводить под санкциями, а я напомню, что до сих пор там санкций нет. И американцы, кстати, даже, они еще с 1 апреля 2022 года к себе запретили импортировать и нефть, газ, уголь, нефтепродукты, но не ядерное топливо. А сейчас, в общем-то, к этой истории подбираются, а Франция наоборот говорит, нет, нет, я буду сотрудничать с венграми, вот в венгерском этом проекте, и в том числе с Россией нас это как бы не беспокоит. Не беспокоит, но ведь и не так много стран в мире способны с нуля разработать и построить атомную электростанцию. Это США, это Россия, это Китай, это Франция, там какие-то попытки... Ну, у них, кстати, вот таких у старых, можно сказать, строителей, у них во многом произошла деградация подобных технологий, и то же самое Китай, если раньше он вот как раз звал к себе кого-то строить, сейчас он сам выходит на рынок строительства, соответственно, там много технологий и оборудование есть у Южной Кореи, соответственно, Китай сейчас все более активно, ну, как и в других отраслях, там, условно говоря, в автомобилях, пожалуйста, китайский автомобиль уже не звучит зазорно, уже все смотрят на это всерьез, то же самое с атомной станции, по-моему, они в Великобритании. Если раньше британцы сами там были прецедентами на то, чтобы остальным продавать технологии, строить и так далее, то теперь в Британии, насколько я помню, там пару энергоблоков строит Китай. Поэтому здесь, да, американцы, наоборот, кстати, известны тем, что у них во многом, вот, они не из лидеров по деградации, наверное, ядерной отрасли, да, там каких-то крупных аварий нет, но многие, кстати, программы российско-американские, которые мы должны были реализовывать, и в том числе, там, утилизации каких-то вещей и переработки, мы их сделали, а они нет. Вот, и не потому, что они такие хитрые, а потому что зачастую, там, технологии нужных они так не смогли разработать. То есть в этом плане России есть чем гордиться, и мы не только здесь не отстали, но зачастую обгоняем кого-то вот именно в ядерных технологиях. Да, после запуска АКУЮ Турция будет существенно экономить, в том числе на закупках газа. Получается, что газ дороже, чем атомная электроэнергия, и поэтому запуск вот этой атомной станции очень важный для Турции, в том числе и большой еще экономический стимул для развития производства энергоемких. И, кстати, про это, в принципе, говорил и наш президент на церемонии доставки ядерного топлива на АКУЮ. Он сказал, что мировая цена на природный газ будет расти, и что если АКУЮ заработает, когда заработает АКУЮ на полную мощность, объемы поставок российского газа в Турцию снизятся. И, по словам Владимира Путина, Россия заинтересована в активизации сотрудничества по поставкам газа в третьи страны. Для этого как раз в Турции создается региональный газовый хаб. То есть мы понимаем, да, что Турция будет... Мы помогаем запустить атомную станцию, но в этом случае Турция будет меньше закупать нашего газа. Но цена на этот газ все равно будет расти, так что снижение объемов поставок компенсирует подрастающие цены. И плюс Турция, не докупив некоторые объемы, предложит эти некоторые объемы, в том числе и российского газа, переправить в Европу по этому коридору. Тоже достаточно важный стратегический маршрут. Ну, тут действительно надо признать, что межтопливная конкуренция есть. И тут, наверное, тоже у кого-то возникнут вопросы в российской энергетической политике. Зачем мы строим атомные станции там, куда поставляем газ? Это не первый наш случай. И в Беларуси вот мы строим атомную станцию. Мы единственные поставщики газа туда. Они сократят таким образом, благодаря нашим двум энергоблокам, на 6 миллиардов кубов закупки. В Турции тут не факт, что они именно у России в полной мере вот это все сократят. Опять же, когда Владимир Путин говорит, что цены на газ на мировом рынке будут расти, это может быть определенный намек на то, что вообще-то Турция закупает довольно много еще и сжиженного природного газа к себе доставляет. И, как правило, как говорят про международный рынок газа, имеет в виду именно СПГ. Поэтому не факт, что все эти объемы сократятся именно российские закупки. Все-таки мы сейчас лидер. И мы лидерами потому, что предоставляем наиболее выгодные условия. И Турция сокращала в том числе и СПГ. Поэтому будем надеяться, что именно СПГ они сократят. Но дальше действительно он так грамотно перешел на тему газового хаба. Напомню, что мы, пожалуйста, и по атому сотрудничаем, и по газу. Еще раз, наверное, обозначил логику. Зачем мы реализуем газовый хаб в Турции? Именно для того, чтобы, с одной стороны, позволить европейским компаниям без политического давления приобретать этот газ. То есть не хотите, чтобы мы вам доставляли непосредственно до горелки газ. Вы наши газопроводы взрываете, национализируете, как Польша. И так далее, и так далее. Всячески ставите палки в колеса. Ну, давайте тогда мы будем доставлять до границы Евросоюза. И вот там будете забирать. Ну, и второе, вот как раз это обезличивание. Некая деполитизация. Чтобы компании могли своим политикам объяснять. А я не Россия купила. Я на хабе купила. А там, вот, пожалуйста, российский газ. Да, мы основные, видимо, поставщики будем. Азербайджанские, туркменские. Да, Азербайджан, Иран. Ну, туркменские как бы мечтают. Но я сомневаюсь, что когда-то туркменский газ дойдет туда. Потому что это нужно транс-каспийский газопровод строить. Я думаю, что они в итоге все уже отчаялись. И смотрят только на китайский рынок. Но вот действительно, можно будет говорить, что я на хабе купил. Они не у России. А то, что там либо у самого Газпрома, либо через трейдеров, в том числе турецких трейдеров. Как бы это уже такие детали. Поэтому, да, стоит ожидать, наверное, может быть, в 2023 году, опять же, некую такую торжественную церемонию запуска этого хаба. Потому что предполагалось, что этот запуск будет еще в феврале. Но тогда было землетрясение, не до торжеств. И в итоге, я думаю, что на пост выборный некий период переложили. Потому что пока ничего строить не нужно для хаба. Это исключительно нужно определить правила игры, правила торговли. И, соответственно, это будет церемония именно такой сделки купли-продажи газа. Но то, что это будет нужный проект, это однозначно. Потому что киевский режим никак не угомонится. Давит и на европейских покупателей российского газа. В Киеве заявили, потребовали даже остановить поставки российского газа в Евросоюз. Оставить только трубу, которая идет через Украину. Все остальное запретить. Вот такие у них, значит, мечты. Ну и понятно, что турецкий поток в этом случае сыграет очень большую роль. Хотя в офисе Зеленского именно на турецкий поток и намекают. Но, как вы сказали, это уже будет обезличенный газ. И покупатели европейские нашего, в том числе, газа скажут, мы покупаем у Турции. Продолжаем говорить о самых важных знаковых событиях на рынке энергонефти. Нефти и газ на энергорынке. В студии Павел Анисимов и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Киев требует оставить поставки российского газа в Евросоюз только через Украину. Все остальные способы доставки остановить, обнулить, прекратить. Об этом говорится в тексте украинского плана по усилению санкций против России. В документе также отмечается, что эта мера положит конец использованию России турецкого потока. Также в офисе Зеленского предлагают запретить импортировать российский СПГ. То есть очень и очень много чего хочет киевский режим. По поводу газовой трубы они уже частично приостановили, что называется, придушили поставки нашего газа через территорию Украины. И все это происходит на фоне того, что Евросоюз думает, как бы подешевле покупать этот газ. Перешел ЕС на совместные закупки газа. Теперь потребители могут оставлять свои заявки на специальном портале. И до этого Еврокомиссия заявляла, что уже к лету намерены заключить первый контракт по закупке газа на уровне ЕС. Вот именно по такой схеме. С одной стороны, это можно считать отказом от рыночной модели. Определение цены на этой рыночной модели Европа настаивала многие годы. Даже вынуждала Газпром. Давайте смотреть в том числе и цены на спотовом рынке. Сейчас про спотовый рынок забыли. Будем сами определять цены. С другой стороны, непонятно, по какой цене продадут газ страны-поставщики. Потому что это самодостоящий сговор покупателей, которые рискуют остаться вообще без товара. В данном случае без газа. Ну, тут да. Если мы с украинской газовой темы начнем. Раньше было много газопроводов. Мы Северный поток-1 использовали. Северный поток-2 он так не был введен в эксплуатацию. Газопровод Ямал-Европа. Это из России через Белоруссию, через Польшу в Германию, через Украину. И вот турецкий поток. И сейчас из всех этих газопроводов работает только один из двух основных газопроводов через Украину. И только турецкий поток. Северный поток-1. Там сначала была эта история с турбинами. Что их не забирали на обслуживание. Он остановился, а потом еще его взорвали. Газопровод Ямал-Европа. Там Польша национализировала, по сути, долю Газпрома. Газпром принадлежал 49% акций. В компании-операторе польского участка. И в ответ Россия ввела санкции против этого оператора. И теперь, в общем-то, там нет поставки газа. И поэтому, в общем-то, и так есть только один из двух газопроводов через Украину и турецкий поток. То есть, по сути, они выступают против использования турецкого потока. И в этом плане, конечно, это удар именно транзита. Такой удар по транзиту через Турцию. И, конечно, хотят они запереть на себе. Наверное, рассчитывая на то, что тогда Газпром увеличит поставки газа через Украину. Но, конечно, он этого не сделает. Потому что иначе он увеличил бы по одному из двух газопроводов, когда второй закрыли. Я напомню, там один более южный. Он проходит через территорию ЛНР теперь. И Киев, в общем-то, когда потерял контроль над этим участком, он сказал, что нет, я дальше по течению принимать газ не буду. Хотя газопровод целый, он не поврежденный, это все признают. И сказал, что нет, вы эти объемы перекинете на более северный маршрут через Суджу, газоизмерительная станция. Но Газпром в свою очередь сказал, что я не могу этого сделать, потому что на подходе к границе у меня уже нет газопроводов таких. То есть я не собирался там много качать, поэтому просто разобрал часть газопровода. Вот, поэтому со 109 миллионов кубов ежесуточной прокачки они упали где-то до 43. Поэтому думать о том, что вот если турецкий поток перекроют, тогда Россия увеличит транзит через Украину и будет ей больше платить, это наивно. Нет, этого не произойдет. Просто европейцы останутся с еще большим как бы дефицитом, еще меньше газа нашего будут получать. А многие страны вообще окажутся в сложном положении.